Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о условиях, которые предъявляет Бог тем, кто желает получить крещение в Духе Святом. Сегодня я назвал бы эту программу «От крещения к излиянию». Давайте прочитаем 2 главу, 38 стих книги Деяний. Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что существует определенная последовательность действий. Первое. Бог говорит, что мы должны покаяться. То есть необходимо, чтобы человек, который хочет получить дар Духа Святого, родился свыше, изменил образ жизни. Покаяние – это греческое слово метаноя. То есть изменение образа мышления. И по большому счету, друзья, это одно из величайших чудес, которые можно наблюдать во Вселенной. Меня не столько впечатляет, когда люди получают какие-то исцеления от физических болезней, сколько вот это самое метаноя. Когда человек с определенным мышлением, с определенным поломанным и даже где-то извращенным мышлением в один момент, вот где-то вот на… вмиг, это не происходит процессом, а вмиг просто разворачивается в другую сторону и начинает мыслить и думать и видеть мир совершенно по-другому. Это невозможно. Ни один психолог не будет утверждать, что это возможно. Все обязательно скажут – это из области фантазии. Психотерапия длится от года до пяти лет, чтобы человек прошел несколько стадий. Стадию осознания, стадию переосмысления, дорожную карту, начал практики применять различные, чтобы изменить свое мышление. На это уходят годы. Но когда приходит Дух Святой, когда приходит Бог в нашу жизнь, это происходит моментально. Я называю это величайшим чудом, потому что для меня это действительно чудо. Это невозможно объяснить, почему и как это происходит. Но Бог сказал, что для того, чтобы ты мог принять Духа Святого, твое мышление должно быть обновленным. Покаяние метаноя. За ним следует крещение. Я уверен в том, что Библия дает нам примеры, когда люди получали крещение в Духе Святом до того, как заключали завет с Богом, чрезвотное крещение. Мне кажется, что одна из черт понимания крещения – это зрелость. И я думаю, что Господь имеет в виду, что, родившись свыше, нам нужно еще некоторое время, не то чтобы на переосмысление того, что мы сделали, а на принятие окончательного решения в сторону следования за Иисусом. Крещение – это символ отношений завета. Крещение – это символ посвящения Богу. Крещение – это переход рубикона и сожжение тех мостов, которые могут позволить нам вернуться в старую жизнь. Я думаю, что когда Господь хочет дать нам Духа Святого, Он ожидает, что мы перейдем этот рубикон, навсегда разорвав все взаимоотношения с этим греховным миром. И третье – примите Духа Святого. Вот эта вот последовательность, она очень важна. Итак, мы должны родиться свыше, мы должны посвятить свою жизнь Богу, и Бог отдает самого себя нам, поселяясь в наших сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok